здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте уважаемый владимир здравствуйте сенсационная версия происхождения стон хенджи которую мы представим с вами сегодня скорее всего не понравится большинству любопытствующих нам или хотя бы маломальски знакомых с этой темой людей в ней нет места таким популярном народе кельтом которые строили якобы стон хендж или как гробницу языческой королевы или как что-то вроде храма солнца нет скандальной такой достаточно версии что это гигантское скульптурное изображение женского полового органа матери земли покровительцы друидов и тех же кельтов кстати у нас нет римлян мы не говорим о швейцарцев германцев нету мерлина нету короля стон хенджи знаменитого лучника и вообще все это чепухи про пять тысяч лет стояния этого якобы мистического сооружения про неоспоримую датировку радиоуглеродным методом каменных глыб ну или валяющихся во рву поблизости чьих-то рогов мы касаться не будем я напомню что в наше время существует несколько десятков ответов на вопрос кто построил стон хенджи например даже такие экзотические как то что это недостроенная атомная электростанция атлантов а мегалиты это фрагменты цилиндра реакторного отделения да это место посадки космических кораблей ну понятно то есть странно было бы если бы такой версии не существовал это астрономическая обсерватория древних ученых а сам объект прообраз современного компьютера а еще говорят что это просто портал для перехода в иные миры и древние жрецы конечно имели ключики от входной двери и место это не зря называется городом мертвым в общем эти ставшие вполне традиционными версии мне кажется теперь станут не актуальны потому что трезвый объективный научный подход и маленькая толика скепсиса в отношении этих безумных в прошлом идеи дает прекрасный результат то есть ответ на вопрос так все же игорь лавич кем когда и зачем был построен стон хендж ну и каково его истинное предназначение проблема стон хенджа имеет не одну сотню лет она интересна загадочно то ли действительно странные друиды или волшебник мерлин перенесли камни из днепровских порогов сюда вот и поставили их в цирк чтобы луч солнца 22 июня каждого года пронзал эту постройку и указывал нам как жить дальше давайте мы для начала совершим сами такую экскурсию и побываем на стон хендж общий вид этого сооружения грандиозное сооружение стоит возвышаясь над почти плоской долиной никаких гор в окрестностях извините нет это нам потом понадобится мы потом вспомним об этих псевдогорах что это такое это вертикально стоящие столбы мощные по два по три метра мощностью на которые сверху наложены горизонтальные камни поэтому называется трилиты или трилитоны то есть ворота фактически это ворота и эти ворота стоят по окружности причем среди всех этих камней нет повторяющихся они все нестандартны как будто бы каждый камень имеет штучное производство и мы переходим к деталям при приближении стон хенджу мы видим что трилитоны уже различаются по своей конфигурации внутренней и вдруг возникает новое сооружение которого не было ну скажем на картинках 19 века на гравюрах на рисунках и даже на фотографиях начала 20 века меня заволновал общий вид появление вертикально стоящего монолита с шипом наверху и шип достаточной высоты примерно 20 сантиметров шип выделяется на торцевой вертикальной грани чтобы срубить весь камень вокруг шипа и не срубить сам шип это надо работать либо фрезой вот либо хорошим отбойным молотком потому что камнем по камню или молотком по камню даже с хорошим зубилом этого не сделаешь это загадка мы к этой загадке вернемся на фотографии мы замечаем удивительную вещь что высоко вертикально стоящий столб оказывается дефективным дефектно с него слетела штукатурка и под этой толстой штукатуркой толщиной примерно 10-15 сантиметров мы видим серый плоский бетон это нас насторожило почему это так правда на эту тему никаких публикаций ни в какой литературе не имеется оказалось что таких дефектов в облицовке монолитов очень много мы видим еще один вывал штукатурки и под ним опять плотное массивное тело мы видим трилитон которого нет на зарисовках 19 века и нет на фотографии начала 20 века этот трилитон необычайен он стоит так что трещины в его штукатурке проходят не нас не целиком через балку лежащую горизонтально а только до определенного плотного тела внутри и когда вы жидкой штукатуркой поливаете ну какой-нибудь камень то конечно все струи идут по вертикали по горизонтали они идти не могут это естественно значит следовательно трилитоны обливались сверху потому что у них полосы течения все вертикальные горизонтальных нет ведь можно было эти полосы течения сделать на земле а потом поднять поставить оказывается такого не было мы видим уже другого посетителя на фоне вертикального столба с этой характерной выпуклостью наверху с шипом это я специально акцентирую для того чтобы мы знали что этого шипа носителя не было на картинках 19 века ни на зарисовках ни на первичных фотографиях мы видим что верхняя перекрывающая балка одного из трилитонов содержит вырез под шип а соединение в шип довольно прочное но применяется при деревянной архитектуре что возникает такой вопрос что друиды были такими специалистами так работали по камням что деревянную структуру соединения элементов применили в каменной кладке для того чтобы надеть на шип какой-нибудь блок надо этот блок приподнять а потом аккуратненько чтобы не сломать шип надеть на него это удивительно перед нами вывал вертикально стоящего блока он главный вывал потому что видно что это действительно обрушенная штукатурка а не что-нибудь другое мне попалась из книг 19 века гравюра стоунхендж я нашел ее в книгах которые мы доставали в двадцатом веке из разных ликвидируемых книгохранилищ есть такая манера у некоторых наших библиотекарей и вот что оказалось что картинка который показывает общий вид стоунхенджа в девятнадцатом веке и зарисована довольно неплохо и тщательный даже человек для масштаба стоит показывает что число элементов стоунхенджа достаточно ограничено ну как говорят 82 голубых камни блустаунс но вот что интересно на одном из столбов стоунхенджа найдено лицо инталью то есть вылепленные они вырубленные ну как мы делаем ну скажем лепнину вот так на одном из столбов вылеплено лицо кто сделал это лицо кто из строителей просто пренебрегая ну своими возможностями взял и на память прилепил что-то какого-то дьявола вылепил или ангела мы этого не знаем переходим дальше опять же обелиск шипом и странная конфигурация которая трилитона которая находится слева от него этой конфигурации на гравюре 19 века нет приводим пример фотографии известного фотографа александера 10.8.2 которая не вытаскивает странные для на наш взгляд детали а наоборот как бы затуманивает проблему делает стоунхендж таким вот лакированным гламурным и надо сказать это характерно для всех ну хороших объектов для экскурсионных когда мы всегда все гламурим и только при ближайшем рассмотрении видим какие-то дефекты но мы их стараемся скрыть на на фотографии очень уж характерно появление обелиска с шипом и мы впервые за телом посетителя показываем трилитон который сделан в 1958 году вот что самое удивительное дата это вполне оправданно и прекрасно обосновано одна из последних фотографий 21 века показывает стоунхендж сверху мы видим что число камней весьма ограничено и такое подозрение что их стало меньше чем было в 19 веке каждый может сравнить эти две фотографии и обратить внимание то есть гравюру и фотографии обратить внимание куда-то камни делись может быть они истлели за это время мы не знаем но факт остается фактом в дальнейшем мы просто приблизимся и увидим характерные детали самого большого вывола штукатурки который никак иначе объяснить нельзя что это за штукатурка ну вы наверное знаете есть такой способ под шубу обрабатывать фасады домов когда стоит кирпичный дом его обливает густой цементной штукатуркой иногда туда внедряют блестящие слюды камешки таких домов очень много пятиэтажек построено по советскому союзу по россии это очень красивая обработка она придает как какую-то вот суровость зданию ну это конечно опыт последних лет а как же этот опыт был известен наверное людям пять тысяч лет назад а может и раньше ведь тогда еще цемента не было и это вам не и египет где есть илнила который сам по себе является жидкой штукатуркой наконец давайте посмотрим выволы на общей структуре стоунхенджа мы видим что здесь стоят трилитоны которые появились и в двадцатом веке и те которые были раньше и обелиск с шипом так вот обелиск с шипом которого не было на картинке 19 века и представляет собой обвалившуюся штукатурку на бетонном сердечнике тут еще у нас будет картинка инталья в более крупном изображении что это каменный календарь или обсерватория бронзового века или просто культовое сооружение так вот английский археолог терренс мидден сделал открытие что на столбе стоунхенджа человеческое лицо и время исполнения этого инталья нам неизвестно мы специально сравниваем гравюры 19 века с фотографии сверху 20 века чтобы любой и каждый мог увидеть подобные вещи которые действительно никуда не делись и те которые появились из ничего представление о том что в двадцатого веке территория стоунхенджа значительно расчищена и это очень важно теперь мы рассмотрим некоторые фотографии начала двадцатого века и средины двадцатого века имеющие отношение к реконструкции а некоторые говорят и к сооружению стоунхенджа думаю что это слишком радикальный подход стоунхендж существует не менее трехсот лет как нам кажется по крайней мере триста лет он существует а то что в него добавлялись новые элементы при реконструкции вполне возможно смотрим стоун один в котором специально помечены цифрами элементы стоунхенджа это те которые сфотографированы на заре двадцатого века или в конце девятнадцатого века видимо дагерротипы теперь смотрим гравюру которая сделана на основании того же предмета в конце девятнадцатого века вторая половина по крайней мере где поименованы теми же цифрами те же элементы стоунхенджа мы обратим внимание подобие удивительное то есть до начала двадцатого века сохраняется то что было в девятнадцатом веке это принципиальный вопрос наконец наступил двадцатый век самолет пролетает над стоунхенджем картинка стоун три и что же мы видим мы видим появление элементов которых не было на картинке стоун два и стоун один это вертикально стоящий обелиск с шипом наверху вы не найдете его на прежних зарисовках все остальные элементы стоят в норме и дальше начинается самое удивительное в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году между элементами шесть и семь между трилитонами шесть и семь сооружается новый трилитон стоит дата подъемный кран который поднимает вверх огромный блок бетона рядышком находится еще одна фотография стоун пять этого трилитона не было в тысяча девятьсот одиннадцатом году но в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году он уже существует студент Росноу Сиротин по своей инициативе залез в базу данных видимо британских апологетов Стоунхенджа и нашел засекреченные раньше данные о том как не только реконструировали но и строили Стоунхендж в двадцатом веке появились удивительные соотношения две картинки одна гравюра древности ну скажем девятнадцатого века а может быть еще раньше а вторая двадцатого века фотография примерно с той же самой позиции что мы здесь видим да конечно первый вопрос можно ли верить рисункам потому что когда человек рисует природу он рисует скорее впечатление свое о природе отсюда импрессионизм допустим или авангардиям или все что угодно но еще в девятнадцатом веке сурово карали за неправду и требовали чтобы люди рисовали хорошо вспомните Брэма его рисунки животных наверняка можно гордиться фотографии не уступят и вот здесь мы опять видим появление объекта то есть вертикально стоящего монолита с шипом но трилитон еще не построен новый а теперь мы немножко обратимся а что же студент Сиротин нашел он говорит что в 1901 году когда начались первые работы по реконструкции было много жалоб в газету Times от британцев первая стадия реставрации начало исправлять тот облик который был привычен для тех кто жил в этом районе Стоунхендж оказывается лакировали или изменяли в девятьсот девятнадцатом году в тридесят двадцатом в пятьдесят восьмом году в тридесят пятьдесят девятом и тысяча девятьсот шестьдесят четвертом годах Кристофер Чиппендейл хранитель музея археологии и антропологии в Кембриджском университете отмечает почти все камни были перемещены и укреплены бетоном почему картина Джона Констембля 1835 года отличается от современной фотографии потому что изменено положение элементов Стоунхенджа причина проводились многочительные восстановительные работы фотографии показывают буквально поэтапно весь этот процесс вот в девятьсот первом году рабочие подтаскивают камни чтобы их поднять с помощью крана один камень поставили вертикально и забетонировали в 1901 году это тот с шипом шесть камней в девятнадцатом в 1920 три в 1959 четыре в 1964 проводились раскопки алтарного камня или пяточного камня перестройка трилитонов в 1958 году в путеводители Стоунхендж и соседние памятники в аудиогайде отсутствует всякое упоминание о восстановлении Стоунхенджа в двадцатом столетии как будто все пришло издалека только на одной странице есть небольшая ссылка многие наклонившиеся или упавшие камни водружались на свои места о масштабах работ никому ничего не известно путеводители полны очаровательных фактов как говорят но есть теории происхождения но к сожалению нет деталей восстановления реконструкции а это очень важно вот как раз на фотографии реконструкционных работ 1901 года Стоун 9 мы это видим рабочие вы это увидите а на фотографии Стоун 10 1920 год вы посмотрите как хорошо стропят блок для подъема его на нужную высоту и тогда его можно надеть на шип если шип для этого сделать достаточно прочно с 1901 по 1964 год двадцатого века большая часть каменного круга восстановлена и стала продуктом промышленности двадцатого столетия это сказано не нами а британским археологам но эта информация нигде никем не указана соседний каменный круг Эйбери был полностью восстановлен в двадцатых годах то есть немножко раньше чем Стоунхендж видимо так деньги давались археологи английского наследия опекуна памятника не вносят эти изменения в свои справочники как будто их не было Дэйв Бачелор старший археолог английского наследия сказал что он лично перепишет официальный путеводитель детали были скрыты в шестидесятых годах но времена изменились и теперь мы полагаем что это важная часть Стоунхенджа и о ней нужно рассказать кто расскажет кто расскажет нам которые в Солсбресте бывают то не все а там на месте ничего узнать нельзя у меня была мечта посетить Стоунхендж и изобразить из себя кающегося грешника и перед каждым столпом и трилитоном упасть на колени и в это время подбирать осколки штукатурки которая выпала наверняка никто не убирает в траве это и можно было привести неплохую коллекцию и тут изучить и сказать даже из какой марки цемента это сделано археологи архивариус кембриджского университета ведущий автор по Стоунхенджу Кристофер Чеппендейл говорит немного из того что мы видим Стоунхенджа не было затронуто так или иначе мы догадывались а студент историк Брайан Эдвардс показал что картины восстановления Стоунхенджа более многочисленные чем мы думаем как будто Стоунхендж исторически вычистили поразительно как мало людей знают об этом ведь восстановление было вовлечено масса народу замечательно что путеводитель собирается раскрыть полную историю пока не раскрыл весь двадцатый век сохранился веком тайны так вот миллионы посетителей приходят в долину Солсбери уходят под впечатлением конечно того что они услышат в наушниках то что им рассказали в глянцевых путеводителях но к сожалению переписки данных не проходит а вот отдельные камни там выстраиваются волшебные линии люди говорят о календарях и наконец английское наследие управляет Стоунхенджем от имени нации и говорит темные силы работали в семидесятых годах когда было принято решение о сокрытии информацию про восстановление теперь пришло время все изменить я хочу поблагодарить за эти изыскания студента Сиротина и его руководителя Келлина они открыли нам ну мы может быть поленности неспособности вникать в тайны поиска а этот молодой человек просто взял и совершил маленький подвиг информационный и открыл нам эту интересную тайну мне кажется сейчас можно было бы посмотреть внимательно на рисунки и гравюры девятнадцатого и двадцатого века и просто принять свое собственное решение на основании сравнения а сравнивать вы будете объекты которые обозначены одними и теми же номерами и увидеть что было и что стало в книге строители цивилизации мы с Кеслером обратились к проблеме Стоунхенджа в главе которая называется еще раз о древних камнях Стоунхендж имеется подозрение что бетон люди использовали гораздо раньше чем римляне ну считается римляне в первом веке нашего эры стали использовать я думаю что мы уже в фильме о Египте говорили что реальный бетон это илнила такое встречается далеко не везде и вот бетонные изделия оказывается настолько популярны у древних что мегалиты и представляют собой таковые ну буквально ну как скажем храм Христа Спасителя в новой его ипостаси отлит из бетона он буквально наливался это современная технология но это технологии примерно 150 лет потому что когда начался настоящий промышленный бум бетона со строительства маяков и появление портланд цемента который устойчив против воды а иначе бетоны рассыпаются если они не тонкие зернистые и так называемые 82 то есть два голубых камня Стоунхенджа нас наталкивают на некоторые подозрения подозрения очень серьезные в начале двадцать первого века Стоунхендж остается загадочным объектом ничего по-настоящему окончательно не известно можно зайти в интернет заказать словосочетание голубые камни Стоунхендж и информация польется информации придет много особенно ключевое слово Стоунхендж висячие камни и Блустаунс голубые камни стало быть камни должны быть описаны точно это же главное однако никаких описаний камней нет что это за горные породы почему они где их карьеры с которых их врубали откуда тащили это совершенно никому не известно поэтому мы знаем что стоят семь трилитов подразительного гладок центральный обелиск с шипом есть тенталья лицо вылеплено из пластичного материала а вот в 1901 году некто Дакьер астроном и директор солнечной обсерватории в Саунд Кенгстоне отнес Стоунхендж к 1860 году до нашей эры с точностью плюс-минус 200 лет то есть до кельтов в 1923 году доктор Тон объявил что синий камень доставлен с гор Прексикелли в грабстве Пемброкшир Южный Уэльс то есть за 220 километров по прямой или 380 километров с объездами не знал доктор Тон что рядом с Тостонхенджем в рукотворном холме закопано немало щебня и даже монолитный глыб синих камней откуда бы Люди 20-21 веков знают что каждая стройка завершается уничтожением строительного мусора под луг и закапывают и засевают газончиком а местность облагораживается 82 камня имеют зеленовато-голубой оттенок и по-английски звучат как голубые камни их состав разнороден медный купорос горные породы типа реолита базальта идолерита и известняковый туф заметим что самое основание Стоунхенджа то есть горные породы на которой лежит лужок известняковое из него ничего вырубить не делали не вырубали дело в том что известняковый туф как термин это неправильно это ошибочно такой горной породы нет есть известковый туф на всех языках мира он же травертин то есть то что скажем выпадает в качестве осадка вот в известных лечебницах Турции ну и даже на берегу реки в Тбилиси целая стена плачущая стена из травертина около Неаполя травертин даже с флеоритом очень интересный так вот светло-желтый римский травертин из гор Сабини применен при сооружении Колизея из собора Святого Петра в Риме травертин употребляется хорошо достаточно хорошо в Воронежском журнале а это удивительно в городе Воронеже выпускался журнал может быть выпускается и сейчас человек и наука явно не коммерческий потому что сделать его коммерческим там невозможно но тем не менее очень интересный журнал вот Колчев редактор этого журнала приводит данные о том что в 1801 году в двух милях севернее Стоунхенджа Коннингтон нашел огромный камень содержащий медный купорос то есть купром СО4-5H2O который при потере воды становится серым а при наличии воды становится голубым поэтому камни Стоунхенджа голубые тогда когда идет дождь или выпадает роса когда солнце они не голубые а серые вот и поэтому может надо пересмотреть вот состояние дел то ли эти камни сохраняются пять тысяч лет то ли их оболочка гораздо делов вот в чем медного купороса в природе нет существует минерал халькантит состава купром СО4-5H2O но он встречается только в горных разрезах в карьерах когда падает солнечный свет на эту часть и когда течет вода то есть люди делают халькантит возникает вопрос откуда же такое количество медного купороса в Стоунхендже а медный купорос является отходным производством используемым потом в химии в красителях ну в общем то это побочный продукт при отливке бронзовых изделий возникает вопрос а не было ли у графа Солсбери которому он принадлежит долина бронзолитейного заводика который поставлял бронзовые пушечки для флота ее величества в свое время при проблеме реконструкции Англии самой когда Англия развивалась и становилась крупнейшей морской державой но тогда кому это понадобилось что это за интрига такая замешивать в бетон медный купорос а потому что такого бетона больше нигде нет только здесь теперь мы знаем что голубая штукатурка на мегалитах стонхенджем обваливается мы знаем что замесить и покрыть столбы голубой штукатуркой с медным купоросом это красивая идея кто это сделал и вот тут мы переходим в область фантазирования давайте пофантазируем 300 лет назад ставился вопрос о нулевом меридиане для того чтобы привлечь кого-то к нулевому меридиану надо чтобы местность была чем-то знаменитой возникает вопрос об альянсе между сэром Ньютоном и графом Солсбери борьба за сотворение чего-то потому что уже небольшое сооружение древнее Эйвери уже тут существовало а не построить ли для астронома и математика Ньютона расчислить было просто а для графа неплохо было бы организовать работы вкопать нужное количество столбов развести с этой необыкновенной штукатуркой как отход от производства от бронзолитейного и поставить то что никто в мире больше не делал ну не существует таких сооружений по всему белому свету нигде мы внимательно посмотрим на картинки где пронумерованы все выволы их оказалось много по крайней мере семь выволов которые мне удалось увидеть ну конечно на материалах чужих просто мне притащили диск на котором были фотографии Стоунхендж мы увидим и дырку под шип в одном из верхних балок трилитона а на другом трилитоне которого нет на рисунках девятнадцатого века трещины которые проходят не через всю балку а их что-то внутри останавливает останавливает трещины бетонные сердечники мы увидим детали выволов и лишний раз убедимся что нам подсовывают ну такую несъедобную пищу информационную которую мы вообще-то не должны были принимать мы должны требовать объяснений объяснение очень простое шла борьба между Гринвичем и Солсбери за нулевой меридиан разница между ними в 70 километров всего лишь только почему-то победил Гринвич нулевой меридиан прошел через Гринвич это знают все Солсбери остался памятником на котором стали делать коммерцию экскурсионного типа и поэтому мне кажется что вот в том виде в котором мы сегодня встречаем Стоунхендж его время рождения ну не менее и не более трехсот лет воздадим дань и графу Солсбери и Исааку Ньютону за то что не только он занимался пробирным анализом не только командовал монетным двором и не только то что он однажды выступил в парламенте и сказал свои замечательные слова а не пора ли нам открыть форточку и проветрить помещение вот не пора ли нам открыть форточку нашего сознания и проветрить легенду о Стоунхендже Тот же Колчев о котором я уже упоминал редактор журнала «Наука и человек» в городе Воронеже обратился к теме Стоунхенджа наверное только тоже потому что почувствовал какое-то подозрение и приводит нам фотографию в котором доброхоты стараются из далеких-далеких гор другого штата точнее другого графства тащить волоком сплавлять по воде огромные камни из которых якобы сложен Стоунхендж тащить далеко если действительно и по море и по реке и по земле вы увидите что упираются ребята не слабо хотя взяли для перетаскивания небольшой камешек построили сани тащат в 2000 году была предпринята вот эта попытка перевести небольшой камень с медным купоросом по дорогам и современным каналам но она оказалась очень трудной закончилась тем что камень утонул в море это значит что по дороге от того графства до Стоунхенджа должно находиться огромное количество брошенных камней где они должны пропунктирить этот древний путь как шелковый путь у нас скажем пропунктирен ну хотя бы колесами юрты Чингисхана дальше приведен изумительный рисунок как друиды пляшут вокруг замечательного сооружения неизвестно кто нарисовал эту гравюру может быть англичане не знаю но для нас подозрение не только в количестве пляшущих друидов уж слишком много этих маленьких человечков тогда населяло плотность населения была высокая но и избыточным количеством камней которые на этой гравюре нарисованы да еще находятся в хорошем циркуле и расположены кстати совсем не так как сейчас по крайней мере элемента 4 в котором очень длинные камни положены наверх три литов тут такого нет тут все камешки такие когда один камешек на два вертикально стоящих столба как будто такой элементик придуман на самом деле это не так есть разные варианты очень интересно гравюра сделанная как говорят в 1563 году которая показывает Стоунхендж 16 века боюсь что это ошибка боюсь ошибка по времени отнесения потому что совсем не те камни нарисованы совсем не так стоят это тоже точка зрения художника на предмет и кстати рельеф вокруг равнины Солсбери не соответствует тому что на этой гравюре здесь надо быть очень внимательным и относиться к деталям как скажем на картине Майерса 1804 года город Иерусалим нарисован совершенно не так как он выглядит по-настоящему Колчев приводит фотографию знаменитого волшебника Мерлина вы увидите что Мерлин прекрасно направляет блоки параллелепипеды с перпендикулярными отношениями граней может действительно он эти грани эти обелиски нарубал где-то на днепровских порогах и притащил как говорят легенды но он волшебник он все может дай бог памяти его но как тут сказано английский поэт 18 века Томас Оартон написал о Стоунхендже о древний памятник со скифских берегов не Мерлином ли ты сюда перенесен Мерлином возможно что и Мерлином значит Стоунхенджу посвящена литература особая английская есть предмет гордости говорят что в хронике 12 века некто Джеффри Монмаунский написал историю королей Британии и сказал что в 5 веке уже существовал Стоунхендж ну наверное глубже уходить нельзя король британский Аврелий Амброзий обращался к Стоунхенджу и даже к знаменитому чародею Мерлину то есть была уже такая интересная группа людей что пишут если ты хочешь увековечить место захоронения своих воинов неким памятником сказал Мерлин пошли за кольцом гигантов что на горе Келорус ну на самом деле не на горе а в долине но это неважно короче говоря кольца огромные 50-тонные блоки трилитов понимаете что когда при 7-метровой длине обелиска ну это примерно 25 тонн если больше будет до 50 тонн как таскать эти камни мы не знаем была конечно шахта в районе Стоунхенджа на шахтах прошла в известняке колодец диаметром примерно 1 метр 80 сантиметров пробит в меловой толще внизу были штольни но это же через такую штуку не протащишь ни один мегалит да и мегалиты не являются известковыми они являются другим мы еще посмотрим изумительную картинку когда солнечный свет пробивается сквозь трилиты попадает в глаз наблюдателю и он лишний раз говорит да друиды знали тонкости они знали планетную систему знали что такое вечные календари и сегодня гуляют посетители это очень приятно посмотреть но камни трилитов стоят не так как они стояли на гравюрах девятнадцатого века и закончим мы тем что покажем не что иное как сам журнал человек и наука это для того чтобы мы помнили что есть люди которые просто интересуются и используют свои возможности чтобы рассказать нам о том что интересно и таинственно и наконец самое смешное компьютерная реконструкция Стоунхенджа если внимательно приглядеться то мы увидим что это ну как из пенопласта нарезанные прямоугольнички сложенные ну это легко делать на компьютере есть способ фотошопом нарисовал построил но вся эта беда в том что это компьютерная разработка никак не отвечает рисунком девятнадцатого века и фотографиям начала двадцатого века это удивительно возникает вопрос что тем которые считают все равно что они считают им что трудно было обсчитать реальную картину действительно реальные старые камни а потом попытаться их реконструировать это очень все сложно для меня и я считаю что вот это конечно надо было бы все пересмотреть и принести свое собственное мнение в этот загадочный материал вот если нам это удастся сделать то будет очень интересно в рамках подготовки к этой программе я посмотрел что написано про стон хендж в интернете ну понятно что это сплошные пришельцы король артур мега кладбище это понятно но мне что показалось интересным и очень любопытным оказывается в мире в наше время насчитывается сейчас чуть ли уже не десяток стон хенджи причем всех национальностей я вот тут выписал несколько наиболее характерных ну зачитаю например американский стон хендж в сорока милях от бостона в северном салеме или салеме не знаю точно находится загадочный холм прозванный американским стон хенджем он кстати в народе так и называется с большой буквы загадочный холм этот таинственный мегалитический комплекс площадью примерно 30 акров состоит из беспорядочно расположенных камней каменных стен и подземных камер многие ученые сходятся во мнении что они были созданы доисторическим населением Европы почему то Европы но в Америке для проведения культовых церемоний изучения астрономии да удивительно Иван Юрьевич до чего же все же эти древние любили астрономию просто диву даешься только с дерева слезли или только глина подсохла в кожу превратилась и сразу же все бросают и в небо пялятся просто психоз какой-то массовый мирового масштаба причем да так вот в Америке обнаружили отпечатки пальцев финикийцев и естественно кельтов поэтому понятно европейский след мне еще понравилось исследование древесного угля найденного у камней в форме кирки и кувалды показало что люди жили на территории загадочного холма уже во втором тысячелетии до нашей эры то есть представляете себе значит кирка и кувалда умерли и окаменели в виде древесного угля потрясающе некоторые исследователи утверждают что многие камни загадочного холма расставлены в соответствии с положением небесных тел даже сегодня их можно использовать как астрономический календарь вычисляя в течение года события обусловленные положением солнца и луны при помощи радиоуглеродного анализа удалось датировать рассматриваемый объект 25 веков до нашей эры вот еще сихендж памятник бронзового века открытый в 1988 году у побережья английского графста норфолк разыгралась страшная буря и она обнажила ранее скрытую подылом деревянную конструкцию круг из 55 деревянных столбов древности намного более высоких с большим дубовым пнем посередине дубовые столбы датируются 21 веком до нашей эры а некоторые ученые считают что эта деревянная колода находившаяся в середине круга предназначалась для ритуала экскорнации характерно для некоторых древних культур согласно этому ритуалу тело помещали на центральную открытую платформу где оно под влиянием стихий хищников должно разложиться и освободить душ ужас какой еще например немецкий стоунхенш знаменитый газетский круг находится в земле саксонии ангальд и состоит из нескольких концентрических рвов диаметром 75 метров и двух палисадных колец с воротами в определенных местах в настоящее время газетский круг считается древнейшей известной в мире солнечной обсерватории опять астрономы эпохи неолита и бронзы первые сообщения о газетском круге опубликованы в августе 2003 года немецкие журналисты тут же окрестили это место естественно немецким стоунхенджем так есть еще например амазонский стоунхенджем находится в труднодоступном районе бразилии в археологическом парке ну вот любопытно например рядом с нашим стоунхенджем то есть яблони будем считать нашли маленькое яблочко упавшее значит это яблочко назвали Вудхендж это неолитический хендж и деревянный круг в трех километрах к северо-востоку от стоунхенджа и в полукилометре от другого древнего памятника Дарингтон Уоллс ну и для прикола американцы теперь очень любят сооружать у себя всякие кархенджи фризер хенджи ну и тому подобное из старых машин холодильников там утюгов пылесосов и бог знает из чего какой-то всякой выброшенной ерунды и дребедень Игорь Владимирович не кажется ли вам что вот стоунхендж уже воспринимается людьми как-то не серьезно что вот эти насмешки американских остроумцев или резкий всплеск появления клонов этой постройки дискредитирует саму идею что людям уже надоело слушать там про тайны пустыни Наска там загадку острова Пасха там про терпеливый внеземной разум который чего-то ждет там у себя сидит в тарелках и болтается по орбите земли там про атлантов и гигантов которые передвигают шутейно мегалиты там легкими пинками вот все сейчас люди ожидают эффекта 2012 года когда майский календарь закончится и наступит апокалипсис хотя в общем-то некоторые считают что он будет только в тридцать девятом году нашего столетия и даже известно когда когда апофис промахнувшись один раз потом через семь лет вернется и ахнет по земле эти вещи говорят часто было бы к чему прицепиться но самое то интересное вот в чем мы же не считаем что египтяне древние которые построили египетские пирамиды промахнулись с обсервации в солнечной системе мы сейчас считаем что они нарисовали пояс ориона на земле и он до сих пор действует хотя мы точно знаем что три тысячи лет назад звездное небо было другим и это сейчас у нас двенадцать знаков зодиака а было ли их двенадцать мы не знаем да потом что такое зодиак это точка зрения астронома на распространение звезд над ним над головой больше ведь ничего но мы к этому привыкли мы считаем что это так и есть но вся беда в том что наравне с астрономией существует астрология и с этим ничего не поделаешь людям нравится упрощенные картины мироздания и как будто каждым из нас руководит какая-то звезда хотя под звездой мы понимаем совсем не звезды и когда нашим вот этим любителям экзотики приписывают звезды на небе в поясе астероидов которые никакими звездами естественно не являются но тем не менее каждый имеет даже сертификат что ему продали звезду Игорь Владимирович ну это же действительно удивительно сколько споров там велось и ведется про геометрическую связь созвездия Ориона с великими пирамидами начали если я не ошибаюсь американцы лет 30 назад там краеугольный камень всей конструкции всей теории это прецессия и 72-летний сдвиг по-моему да есть как бы только одно положение звезд в прошлом когда картина звездного неба совпадала с расположением пирамид что-то около десяти тысяч лет по-моему до нашей эры помните там всегда подшивает камбоджийский анкурват который на 72 градуса восточнее Гизы и план которого тоже в точности соответствует созвездию Ориона как и в Египте потом появляются математики и астрономы не помню как их зовут сейчас и на базе более совершенных программ более совершенных компьютеров считают и получают совсем другие результаты помните допустим будем плясать от Ориона как от печки там считаем и получаем новый но тоже единственный вариант начало восемнадцатого века правда уже нашей эры а есть еще работа академика там тоже свой результат ну и так далее с этим надо как-то к этому надо относиться полегче бороться с этим не надо это все ерунда это слава богу не лженаука это просто завихрение человеческого сознания дай им бог но триста лет если взять за основу триста лет как создание Стоунхенджа как предмета культа по-настоящему с учетом астрономических данных времен Ньютона все остается как и было и в ту дырку светит солнце в какую надо кстати это не единственное сооружение там есть курганы очень интересные в которых 22 июня солнечный луч идет по горизонтали в самую дальнюю часть штольни что это древнее сооружение конечно же нет конечно же нет Игорь Владимирович позвольте сделать акцент ударения на такой мысли и так получается что примерно триста лет назад в недрах английского масонства одним из ярких представителей которого был сэр Исаак Ньютон и который кстати гордился вовсе даже не своими трудами в теории механики а он гордился и считал главным делом в своей жизни изучение алхимии и оккультизм и скажем так примкнувший к ним граф Солсбери обладая тайными знаниями обладая умением строить на то они и вольные каменщики слепили из бетона в малонаселенной деревенской глуши каковой до сих пор является дождливая и неприветливая местность Стоунхенш Стоунхенш фантазий им было не занимать деньги им было не занимать они были разве проблема нанять пару десятков гастарбайтеров скажем из Америки а потом кстати и утопить их можно в сакральной речке и вон ваша идея для чего они это сделали проста как и все гениально и она окажется вообще бесспорной теперь вытесняя эзотерику инопланетям куда-то в маргинальную область то есть история вечная как мир создавая подобные проекты тайное общество управляет будущим контролируя прошлое кому-то нужно создать национальную святыню вот как наши национальные святыни храмы но есть и новоделы среди них правда это нормально вот сейчас будут строить восстанавливать храм в Новом Иерусалиме его надо не восстанавливать он надо создавать по-настоящему он же рассыпается он плохо построен и плохо войну пережил ну такие вещи бывают бывает мне кажется что когда придет пора и мы вот расклассифицируем все замечательные ну такие вот таинственные места земли в которых что-то сделано над человеком это ну хотя бы ворота солнца на Титикаке они же удивительны или скажем Мачу-Пикчу когда на Мачу-Пикчу такое количество бетона что те кто посещал ее до сих пор не понимают почему они этого не видели когда я им объяснил они это поняли это удивительно потому что ну надо быть чтобы разбираться в камнях ну надо хоть немножко знать минерологию гипотрографию ну на всякий случай как вообще ну не каждый каждый может говорить о насморке но не каждый может сделать даже операцию аппендицит ей богу надо быть все таки хирургом а застег а а а а а а а и Продолжение следует...